Вопрос 107. Как объяснить обновление икон и то, что иконы слезоточат? Ответ. Игнатия Тихоновича Лапкина. Исходим из двух предположений. Первое, что это от Бога. Тогда это знамение, что мы не плачем, а начинают издавать голос слезы. Предметы неодушевленные, побуждая нас к тому же. Они оплакивают наше бездействие. Тут широкая стезя толкований. Кто, как и что хочет этим добиваться, тот и думает. Вот в русской зарубежной церкви долго показывали мироточивую иверскую икону Божьей Матери. Доносились с ней, что икону у них украли. И хранителя владельца ее сгубили лиходеи. Далее. Готовь канонизацию, придумывая чудеса. И этим чудом пытались доказать свою правоту владельцы ее. Вот у нас мироточит, значит у нас правда, а не у московской патриархии. Но вот замироточили у одного архимандрида Авросия с десяток тысяч икон. И зарубежные голоса поутихли. Правота наша доказывается на основании Библии. И только Библии. И ничего кроме Библии. Другой вариант. Это не от Бога. Мы видим, что когда Моисей начал творить чудеса перед фараоном, то худесники волхвы начали то же самое вытворять. Так что в этом случае мы все обольщены дьяволом с этими мироточивыми, слезоточивыми, кровоточивыми. И будем подобны им, как идолопоклонники презренные. Не нужно привязываться к чудесам. А веровать нужно великому Слову Божьему, Святой Библии.